МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами выпуск программы День города и Марина Комиссарова. Смотрите сегодня. Кто намусорил? Жители улицы Новоселов жалуются на нечистоплотных маршрутчиков. Их служба опасна, трудна, а исход спецоперации во многом зависит от подготовленности бойцов. В Рязанской области прошли учения ОМОН Росгвардии. На большом воздушном шаре 15-й фестиваль Небо России стартовал в Рязанском Кремле. Их служба опасна, трудна, а исход спецопераций во многом зависит от подготовленности бойцов ОМОНа. Именно поэтому физической, а также огневой подготовке они уделяют особое внимание. В среду 9 августа в Рязанской области прошли учебные стрельбы отряда ОМОН Росгвардии по Рязанской области. О том, как все проходило, расскажет Ирина Ковалева. Четко выверенные передвижения бойцов от звуков выстрелов закладывают уши, а на мишенях в районе десяток появляются все новые отверстия от пуль. В реальной жизни и в реальных ситуациях на месте этих мишеней противник, у которого практически нет шансов. Ну а пока у бойцов ОМОН Росгвардии по Рязанской области очередные учебные стрельбы. Главная цель сегодня – отработка тактических перемещений сотрудников в ходе решения задач по устранению противников в ближнем бою. Способов подобных перемещений множество. В зависимости от ситуации бойцы на месте определяют, как они будут действовать именно в данных условиях. Ну а пока надо отработать максимум возможных вариантов. Несмотря на то, что стрельбы учебные, бойцы используют самое настоящее боевое оружие, находящееся на вооружении Росгвардии. Это и автоматы Калашникова, и снайперская винтовка с глушителем, и ПП-2000. Пистолет-пулемет-2000 был принят на вооружение ОМОН Росгвардии Паризанской области около двух с половиной лет назад. Он предназначен для работы в закрытых помещениях на короткие расстояния, оснащен лазерным прицелом и подсветкой для работы в условиях ограниченного освещения. Огневая подготовка у бойцов ОМОН довольно специфична, так как чаще всего им приходится работать с движущимися мишенями. Так что подобные тренировки имеют огромное значение, ведь ребята в том числе выполняют спецзадания на территории Северокавказского региона. Хотя и в более спокойных районах Центральной России им также нередко приходится применять огнестрельное оружие. Можно привести пример по последним событиям, которые произошли в Мособлсуде в городе Москве, когда наши коллеги с Подольского ОМОНа применили оружие вот в такой ситуации неожиданной, что говорит о том, что сотрудники ОМОН не только по Рязанской области, но и все в целом ребята готовы к любым ситуациям и выполняют свои задачи на отличном. Все это благодаря регулярным тренировкам. Например, такие учебные стрельбы проходят 4-5 раз в неделю. Многократное повторение упражнений, которые, казалось бы, уже отточены бойцами. Главная гарантия их слаженной работы в ходе будущих спецопераций. Кстати, попасть в ряды престижного отряда особого назначения сегодня вполне реально. ОМОН Росгвардии по Рязанской области осуществляет отбор кандидатов. Ими могут стать спортивные и грамотные мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, готовые защищать население и охранять правопорядок в нашей стране. С замиранием сердца рязанцы каждый год ждут августа. Последний месяц лета звездный, теплый, урожайный, волшебный. Не случайно выбран организаторами для проведения фестиваля Небо России. Воздушные шары, рассветы, закаты, прогулки под облаками и мечты о чем-то далеком, несбыточном и прекрасном. 8 августа стартовал 15-й фестиваль Небо России. Свидетелями небывалого фантастического по красоте и грандиозного по масштабам события смогли стать рязанцы, которые решили вечером во вторник 8 августа прогуляться возле Кремля. Огромные воздушные шары, буйство красок и мощь. Дух свободы и романтики наполнил пространство вокруг сердца нашего города. О такой картинке мечтали, пожалуй, даже те, кто постоянно следит за воздухоплаванием и уже видели многое. Мы попали на историческое место. Мы мечтали об этом последние 27 лет, чтобы эту полянку нам открыли. Знаете, сколько народу собралось? Удобно, в центре города. И сам вам куда не посмотришь. История. Тысячелетняя. Тысячелетняя история. В небо улетели более 20 воздушных шаров, подвосторженные вздохи и крики рязанцев, оставляя на земле сотни счастливых лиц, вызывая улыбки у взрослых и детей. Это ли не есть настоящее волшебство. В общем, сегодня будет хорошо. Удачного полета. Спасибо. В нынешнем году на чемпионат России прибыли пилоты из 12 регионов, 45 экипажей, из них 28 участники чемпионата. Среди аэростатов много привычных рязанскому глазу, ежегодных участников неба России и немало новых, никогда не бывавших в нашем регионе. Аэростат «Зеленый сад» впервые поднялся в облака и проплыл над Рязанью в 2009 году. С тех пор этот шар неизменный участник и спонсор фестиваля. За свою историю шар успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Вместе с легендарным аэростатом «Рязань» «Зеленый сад» поднял в небо гигантскую георгиевскую ленточку. Стоит отметить, что компания, которой принадлежит «Оболочка», отличается не только за интересованностью в развитии воздухоплавания и поддержке фестиваля, ставшего лицом нашего города, но и своей позиции в отношении экологии. «Зеленый сад» – единственный рязанский участник Российского Совета по экологическому строительству. В этой связи не случайно заместитель председателя Государственной Думы по вопросам экологии Николай Валуев, прибывший в Рязань на переговоры с главой региона как раз касательно экологических вопросов, обратил внимание именно на этот аэростат. «Никогда бы не подумал, мы когда с семьей приезжали по Золотому кольцу, были здесь, в этом замечательном месте, но чтобы именно отсюда стартовали вот эти разноцветные замечательные шары, ну я бы даже не мог представить. И сегодня летом, а у детей сейчас каникулы, самое лучшее время, наверное, организовать такой замечательный праздник. Поэтому организаторам за это огромное-огромное спасибо. Находясь напротив шара зеленый, дальше вот надпись «Сад», да? «Зеленый сад». В год экологии еще вдвойне приятно напротив зеленого сада находиться». С 9 по 12 августа утром и вечером состоятся спортивные полеты. Победитель соревнований станет обладателем Кубка Рязанской области и титула чемпиона России и получит возможность представлять честь страны на чемпионате Европы. И если для пилотов каждый полет высокая ответственность, то для рязанцев шанс каждый утро и вечер понаблюдать за прекрасным зрелищем, плывущими в небе воздушными кораблями. Информация о местах старта и примерные маршруты ежедневно появляются в социальных сетях. Следите за новостями и вперед в погоню за воздушными шарами. О стоянке маршрутных такси на улице Новоселов, которые приносят определенные трудности местным жителям, наша телекомпания уже рассказывала в предыдущих выпусках. Но сегодня эта история получила продолжение. Валерий Седов продолжит. Обертки, пустые бутылки, мусорные мешки и даже порванные покрышки. Вот во что превратилась обочина дороги у дома 60 по улице Новоселов. Местные жители уже перестали надеяться и верить, что ситуация когда-нибудь прояснится. В произошедшем все винят друг друга. Люди винят водителей, а те в свою очередь руководство. Ведь раньше стоянка маршрутных такси была у ближайшего торгового центра. Но по весне, когда снег стал таять, автомобили попросту застревали в грязи. Тогда было принято решение перенести часть маршруток на новое место стоянки. Им стала улица Новоселов, дом номер 60. Площадку там испортили довольно быстро. А кто именно, непонятно. В конце рабочего дня ночью приезжаешь уже часов 10, в 11 часов. Здесь припаркованы легковые машины тоже. Не знаю, что они там делают. И как бы тоже кидают и бросают. Это не из-за одних маршручек. Ну и маршручки тоже есть, которые как свиньи себя ведут. Культурным водителям несложно по нужде дойти до ближайшего торгового центра. Мусор же они собирают в специальные мешки и выбрасывают на базе. Наша съемочная группа обратилась в администрацию города, чтобы получить ответ на волнующий всех вопрос. Будут ли какие изменения в этом замусоренном неизвестно кем месте. В зимнее время силами города шлятся уборка от снега. Так как, по большому счету, эти объекты – это элементы только дорожной сети. В то же время, мы полагаем, необходимо следовать той практике, которая сложилась исторически. Когда те хозяйствующие субъекты, которые ведут хозяйственную деятельность, то есть перевозчики, они обеспечивают и комфортные условия для своих водителей. В этой круговой поруке найти виноватых и ответственных никак не удается. Мы связались с автоклубом Рязани. И у них тоже есть, что нам ответить. Мы платим деньги. Одна компания убирает, выставляет нам счета. Мы оплачиваем за уборку мусора, за дворника, за туалет, который он там стоит. Мы все оплачиваем, то есть к нам предпринимателей никаких. То есть все, что от нас требует, мы все оплачиваем. Если все обязательства выполняются, то появление мусора на дороге можно списать на настоящее чудо. Правда, таких чудес на свете не бывает. Поэтому, по совету Алексея, мы решили связаться с управлением транспорта. Теперь остается ждать ответа. Последний летний месяц еще успеет принести многим положительные эмоции. Кто-то отправляется на море, другие наслаждаются отдыхом на даче. Но мечта многих детей и их родителей – это настоящий детский лагерь. Итак, 8 августа стартовала последняя летняя смена. По-настоящему уникальная. На природу отправились ребята в поисках новых впечатлений и для укрепления здоровья. И вот он последний месяц летом. До школы остались считанные дни. Но кто-то еще успеет провести их весело и с пользой. Стартует заключительная в этом сезоне смена лагеря «Пламенный». Между прочим, смена необычная, уникальная. 220 детей отправляются в «Пламенный оптимум». Эта смена уникальна, она проводится с нами второй раз. Это смена, которая в первую очередь является обучающей. Обучающей смены. Ребята едут именно учиться, развиваться. Они выбрали все направления, в которых я буду развиваться. Это английский язык, театр, танцы, физика, математика, информатика и многие другие. Фото и видео в том числе. Каждый день будет расписан по часам, а скучать не придется. Ведь школьники едут не только, чтобы отдохнуть перед новым учебным годом, но и набраться впечатлений. Я еду в лагерь за новыми друзьями, новыми впечатлениями, потому что за это лето я бывала только у себя на даче. День отправления в лагерь запомнится хорошо, а особенно родителям. Ведь родительский день еще не скоро, а волнение уже переполняет. Мы отдыхали, они отдыхают. Я не то чтобы хочу, я точно знаю, что ощущения, впечатления он наберется. Он приезжает оттуда счастливым. А что нужно матери? Чтобы ребенок был счастливым. Конечно, многое в лагере зависит от вожатого отряда. К подготовке молодых людей в пламенном относятся с особой ответственностью. Что я жду от этой смены? Это же, конечно, новых ощущений. Первый раз в вожатом это довольно-таки волнительно. Я готовился целый год. Отдохнуть и набраться сил, а также узнать много нового, а возможно даже и выбрать то направление, которое потом станет любимым делом. Такую задачу ставит перед собой в пламенном. А практика показывает, справиться с заданным направлением у него получается на твердую пятерку. Профессиональное нищенство. Такое понятие появилось не случайно. Попрошайки, которые сидят на улицах и, вызывая жалость у сердобольных граждан, тем самым зарабатывают на собственные нужды, на самом деле зачастую должны вызывать вовсе не жалость. Такой категорией населения давно занимаются правоохранительные органы. Только в советском районе города Рязани в рамках рейдовых мероприятий 8 августа по факту нарушения общественного порядка, выразившегося в приставании к гражданам с целью выпрашивания денег и материальных ценностей, полицейские выявили четырех нарушителей. Бродяжничество и попрошайничество во все времена считалось позорным. Никому не хочется отдавать честно заработанные деньги неизвестно кому и непонятно для чего. Сотрудники полиции города Рязани провели рейд с целью выявить таких попрошаек. Рязанские полицейские, откликаясь на многочисленные обращения граждан, во всех районах города Рязани провели профилактический рейд по выявлению лиц, занимающихся попрошайничеством. 8 августа в рамках рейдовых мероприятий сотрудниками полиции выявлено 11 граждан в связи с нарушением статьи 11.4 закона Рязанской области номер 182 ОС от 4 декабря 2008 года. Так, в железнодорожном районе сотрудники полиции обнаружили несовершеннолетних, которые заходили в общественный транспорт, представляясь волонтерами благотворительного фонда и выпрашивали пожертвования. Было установлено, что фонд с таким названием зарегистрирован в другом регионе. По предварительной информации организовывал деятельность подростков 29-летний житель Воронежской области. Официальный полностью офис, официальный полностью центр в городе Порске. А в Рязани? В Рязани у меня находится Пушкина 7. Филиал? Здесь просто наши волонтеры откуда они от меня уходят и куда приезжают инкассации. Все собранные полицейскими материалы будут направлены в администрацию города Рязани для составления административных протоколов и привлечения нарушителей к ответственности. Флэшмобы появились в 2003 году, когда их волна прокатилась по США. Безусловно, действия, которые можно квалифицировать как флэшмоб, могли происходить и ранее. Но это были единичные случаи, не являющиеся массовым явлением. В Рязани это направление набирает обороты и мы решили пообщаться с организаторами флэшмобов. В конце июля рязанцы объединились для того, чтобы реализовать автофлэшмоб. Из машин, которые были выстроены на парковке крупного гипермаркета, получился парашют, символизирующий наш город. Акция была проведена 29 июля в честь Дня города и в преддверии Дня ВДВ. Так как Рязань это столица ВДВ, они решили сделать купол. Мне эта идея показалась очень интересной, патриотичной. Чтобы выстроить четкую фигуру, участникам и организаторам пришлось трудиться на протяжении нескольких часов. В это время для собравшихся была организована развлекательная программа. По опыту прошлых мероприятий стало очевидно, что людям интереснее принимать участие во флэшмобе, когда вокруг происходят дополнительные увеселительные мероприятия. И организаторы флэшмоба с парашютом не прогадали. В этот раз людей, стремящихся присоединиться к акции, оказалось больше, чем при первом флэшмобе, который они проводили в начале текущего года. В преддверии Нового года по всей России, во всех городах прошли так называемые новогодние автофлэшмобы. То есть это автоелки, автомедведи. Но мы немножко запоздали, потому что проводили опрос среди участников. И они сказали, что да, хотелось бы, но нет времени. Поэтому выбрали почему-то подходящее время после новогодних праздников. Но не захотели повторяться с новогодней тематикой, захотели что-то именно про Рязань. Любим очень наш город. И решили выложить не очень такую легкую фигуру. Это, ну, рязанские купола нашего Кремля. В этой акции принимали участие более ста человек свыше 60 автомобилей. И зимой, в отличие от летнего флэшмоба, у организаторов не было возможности забраться на высокое здание, чтобы скоординировать автомобили. Поэтому они регулировали порядок их построения, в том числе с помощью квадрокоптера. Следующий флэшмоб от этого сообщества ожидает рязанцев совсем скоро. Но это не единственное, чем занимаются активисты. Вы можете присоединяться. У нас есть сообщество в ВКонтакте в социальной сети автолюбителей Рязани. Мы очень дружелюбные. Мы ездим каждую неделю с палатками, отдыхаем, развиваемся, помогаем приютам для бездомных животных, ездим в дом ребенка. То есть каждый может присоединиться мне написать. А идеи мы берем все от наших подписчиков. Так что любые идеи, которые предлагают сами рязанцы, могут воплотиться в жизнь. Стоит заметить, что несмотря на то, что тот же парашют был выстроен за пару часов, подготовка к мероприятию шла на протяжении полугода. Так что чем раньше вы предложите свои свежие мысли или отреагируете на репост о предстоящем флэшмобе, тем интереснее он получится. Желаем всем рязанцам удачи в воплощении своих идей, а организаторам легкости в их проведении. Поскольку такие мероприятия действительно важны. Они поднимают патриотизм горожан и объединяют их в едином позитивном порыве. Программа «Трейд-ин» хорошо знакома рязанцам по автомобильной сфере. Однако в последние два года она набирает обороты и среди тех, кто хочет приобрести новую квартиру. О том, как сдать старое жилье в счет нового, а также о других инновациях в сфере купли-продажи недвижимости, расскажет Галина Ершова. Дмитрий и Наталья – молодая семья. Сегодня на их лицах сияют счастливые улыбки. Ведь пара получила заветные ключи от собственной уютной квартиры в жилом комплексе «Еврокомфорт». Свою прежнюю квартиру Рахманин накупили в строящемся доме, где многие обещания застройщика, к сожалению, так и остались бумажным проектом. Решили продавать квартиру. В течение полгода мы пытались продать, ничего не получилось. И наткнулись буквально случайно на это замечательное предложение. Программа «Трейд-ин» компании «Зеленый сад» помогла супругам в течение семи дней обменять старое жилье на новое. Район был более благоустроенный. Сама планировка квартиры прекрасная. То есть очень много плюсов мы нашли во всем этом и решили, да. Сейчас я лично очень счастлив. «Трейд-ин» – это новый формат сделок на рынке недвижимости. Хорошо знакомый рязанцам по автомобильной сфере, он точно так же работает и в строительной отрасли. Компания «Зеленый сад» – один из немногих игроков рынка, кто предлагает «Трейд-ин» в чистом виде. Компания выкупает вашу старую квартиру и всю сумму зачисляет в счет стоимости нового жилья. Чем же в этом смысле хорош реальный «Трейд-ин»? Это сделка напрямую между строительной компанией и продавцом вторичного жилья. Здесь участвуют только две стороны. И если стороны и строительную компанию, и продавца этого вторичного жилья устроили условия, они ударили, что называется, по рукам, больше продавцу ни о чем думать не надо. Все хлопоты и тяготы по продаже и реализации вторичного жилья берет на себя строительная компания. Таким образом, вы сразу решаете две важные задачи – это быстрая продажа своей собственности и выгодное приобретение желанного жилья. Оценка квартиры, составление всех договоров, услуги по регистрации перехода права собственности – все мы это делаем бесплатно для наших клиентов. Все сопровождения сделки, за которые риэлторы обычно берут достаточно весомую сумму, нашим клиентам не стоит ничего. Мы делаем все максимально быстро. Получаем заявление, выезжаем на оценку, оцениваем, можем в три дня все рассмотреть. Дмитрий и Наталья Рахманиной решили не спешить и отложить переезд на месяц. Это позволило им воспользоваться дополнительной услугой – программой «Быстрый ремонт». К моменту получения ключей их квартира значительно преобразилась. Теперь взор хозяев радует не только ровные стены и полы, но и качественная отделка всех комнат. Сегодня мы получили ключи от новой квартиры. Площадь ее больше, поэтому стоимость выше. И эту разницу в стоимости мы оформили в ипотеку под самый низкий в городе процент – 6,7. И очень рада, что такой процент удалось найти в компании. Ремонт также включили в ипотеку. Поэтому это получилось не накладно. По программе «Трейд-ин» можно приобрести недвижимость как на стадии строительства, так и в готовом объекте. В зачет нового жилья принимаются как старенькие хрущевки, так и новостройки. Эффективность и быстрота сделки делают программу «Трейд-ин» незаменимой в условиях, когда продать старую квартиру самостоятельно стало очень непросто. С программой «Трейд-ин» желание изменить свои жилищные условия превращается в приятные возможности. Специалисты компании «Зеленый сад» разработали для этого несколько основных схем. «Быстрый трейд-ин», когда мы оцениваем квартиру, если нет необходимости проживать в этой квартире, то сразу ее выкупаем. И стоимость этого жилья – защитный счет покупки нового жилья. «Трейд-ин» с проживанием, когда у человека есть необходимость проживать в своей квартире до окончания срока строительства. И еще мы рассматриваем в последнее время у нас новые программы «Смарт-ипотека», когда квартира под применением банка». Этой программой решил воспользоваться Игорь Витренко. Четыре года назад молодой человек взял квартиру в ипотеку, но теперь удобный вариант стал маловат для растущей семьи. Желание увеличить площадь заставило Игоря искать новые возможности. «Можно было, конечно, квартиру взять, с ипотекой продать, чтобы банк взял, другой человек это все выкупил. Но я решил, что будет проще, если сразу поменять одну квартиру на другую, потому что это элементарно по времени быстрее. И к тому же, если вот это продавать, потом покупать, та квартира, которую я хочу купить, она просто может вырасти в цене». В разные компании обращался, но только в одной компании мне предложили обменять квартиру, находящуюся в ипотечном залоге у банка, на новую, и это вот зеленый сад. «Смарт-ипотека» – направление новое, но оно пользуется большим спросом. Благодаря этой программе вы можете не просто улучшить жилищные условия, приобретая квартиру в большей площади или в более удобном для вас районе с улучшенной инфраструктурой, но и погасить существующий долг перед банком. При этом в группе компании «Зеленый сад» вам предложат еще и льготные условия на покупку нового жилья. «Покупая квартиру в группе компании «Зеленый сад», также с использованием ипотечных средств, клиент получает абсолютную выгоду как в стоимости квартиры, так как он получит особую скидку для приобретения квартиры, так и в процентной ставке, так как у нас есть еще несколько направлений по смарт-ипотеке. У него процентная ставка может быть субсидированной, специально заниженной за первый год, первые пять лет, семь лет и так далее в зависимости от выбранного направления по смарт-ипотеке». После консультации со специалистами группы компании «Зеленый сад» у Игоря Витренко сомнений не осталось, и он подписал договор. Программа смарт-ипотека смогла быстро и эффективно решить его жилищный вопрос. Именно потребности клиентов и удобство оформления сделки лежат в основе популярности этой услуги. Воспользоваться ей может каждый, чтобы даже в непростых финансовых условиях воплотить в жизнь своей мечты о более комфортной квартире в удобном районе города. На этом у меня все. До свидания. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok